Всем привет и добро пожаловать на очередной лайв-класс. На этот раз посвящен работе с разными пропорциями кадров в DaVinci Resolve. Но сначала поговорим о в чем же, собственно, проблема. Проблема в наличии нескольких разных форматов кадров в зависимости от разных соцсетей. Например, если это фейсбук, то там может быть горизонтальный и квадратный размер кадра. Если это инстаграм, то там квадратный и вертикальный размер кадра. Если это инстаграм, я уж не помню, то ли сторис, то ли где-то еще, то там портретный размер кадра. И этой мы еще не берем разного рода тиктоки, где тоже вертикальные или, я не знаю, как у них сейчас дела. Помните, была такая соцсеть снэпчат. Жива она до сих пор или нет? Черт его знает, что-то как-то не слышно было про нее в последнее время. Там тоже вертикальный размер кадра. Так вот, если вы работаете на студии или как фрилансер, и вам нужно экспортировать под эти форматы для этих соцсетей, то голова может пойти кругом. Давайте я вот на этот слайдик обращу ваше внимание. Те форматы, которые я перечислил. Горизонтальный, квадратный, вертикальный и портретный. Причем портретный он тоже вертикальный, просто чтобы хоть как-то отличать один вертикальный от другого, устаканилось название вертикальный и портретный. И что можно заметить? У них, у этих форматов, есть какой-то, если хотите, общий знаменатель. Не совсем правильно называть его общим знаменателем, но я так, для красного словца. А именно, они все крутятся вокруг формата 1080. И там, и там, и там, и там есть 1080. То есть для горизонтального формата это его высота, для вертикального это его ширина, для квадратного, понятно, это его две стороны, для портретного это тоже его ширина. Почему это важно? Ну, во-первых, так проще причесать этот зоопарк форматов и хоть найти какую-то отправную точку, что 1080 – это общий знаменатель у них. А во-вторых, именно от этого общего знаменателя мы будем отталкиваться при создании проектов и при работе с разными форматами таймлиний в разных монтажных программах. Ну что ж, давайте попробуем. Я сначала, сразу, что нас ожидает? Я сначала сделаю секвенцию. Эту секвенцию я подготовлю под экспорт в двух форматах. Это важный момент, потому что технология будет отличаться экспорта в двух форматах одновременно или экспорта в трех форматах одновременно. Есть принципиальнейшая разница в подготовке секвенции. А именно, если экспорт будет идти в двух форматах, то мы берем наименьший общий знаменатель, а именно 1080. Сейчас будет понятно, о чем идет речь. А если экспорт из одной секвенции будет идти сразу в трех форматах, то мы должны взять наибольший общий знаменатель, а именно 1920. Но для начала давайте пошагово я сделаю новую таймлинию. Новый проект, конечно же, в DaVinci. Я использую версию 17.3.1, но это не так уж важно. Я думаю, что если вы смотрите эту запись в будущем, то наверняка это тот функционал, который я показываю, он из DaVinci никуда не делся. Сделаю новый проект, импортирую. А прежде, чем импортировать исходники, обратите внимание, что здесь из-за особенностей DaVinci у нас есть определенные нюансы. Как вы знаете, DaVinci меняет или спрашивает при импорте исходников, под какую частоту кадров ориентироваться. И вот здесь у нас исходники с двумя частотами кадров на 25 и кто-то из них на 50. Поэтому важно, чтобы вы бросали первым клип на 25 кадров в секунду, чтобы DaVinci подстроилась под 25. Поменять? Да, поменять. Проверяю. В настройках теперь стоит... А, это fields per second. Нет, у нас не fields, а 25 frames per second. То есть нам нужно не 50 полукадров, а 25 полных кадров, потому что на выходе у нас будет прогрессивный формат. Все. Верно. Change. Да, change. Добрасываю туда остальные исходники. Наверное, нужно было бросать целиком папку Amsterdam. Ну ладно, мне уж лениво теперь это делать. Назову это sources и сделаю отдельную папку edit или bin edit. Так, вся эта красота выходит в bin sources. Так, все. И новую тайм-линию сделаю на базе рандомного клипа. Назову это Амстердам. Поскольку этой секвенции будет 16 на 9, я сразу ее так и обозначу. 16 на 9. Create. Да, я же еще не сохранил проект. Сохраню проект под названием не поверите, Амстердам. То есть у меня и секвенция называется Амстердам, и проект называется Амстердам. Фантазия на нуле. Так, единственное, что я переложу эту секвенцию в bin edit, чтобы все было чинно благородно. Вот исходники, вот папка edit, красота. Дальше. Я сделаю супер-мега быстрый монтаж. Вообще он не отличается художественностью. Мне важно просто получить какой-то себе исходник, с которыми уже буду экспериментировать. Поэтому, если вы хотите, смонтируйте это все красиво. Я смонтирую это левой задней ногой. Вот, допустим, у меня здесь какой-то домик с башенкой. Вот я домик с башенкой. Фигану на тайм-линию. Кстати, вот кактусы или тюльпаны уже есть. Приклею тогда башенку. Так. Дальше что-то интересного есть. Лисопеды. Вот лисопеды. Тоже возьму это все какой-то кусочек картоши. Рандомный. Беру совершенно от балды не включая мозг. Дальше. Что-то интересное есть. Вот какая-то такая неведомая хренотень. А, вот отъезд. Прекрасно. Возьму отсюда кусочек. Что еще? О, лодочка. Где-то была лодочка плыла. Вот она. Ее тоже. Причем возьму ту часть, где она разворачивается. И вот так приклею. Хочу, чтобы это было примерно 15 секунд. Да. Единственное, что мне не очень нравится, когда секвенция идет с часу. Поэтому я поменяю, это чисто мой бзик, поменяю стартинг тайм-код на 0. 0-0-0-0-0-0-0-0. Все. Так мне привычнее. Я как-то в коротких формах не люблю, когда идет тайм-код с часу. Если только нет требований, допустим, телеканала, что обязательно тайм-код с часу, тогда понятно. Ну, таких требований у нас нет. Поэтому, поэтому вот. Так. Единственное, что я тоже хочу подрезать это все на длину до 15 секунд. Так. Сколько у меня? 15. А! Я даже перерезал. Слишком много. Вот этот я, значит, удлинюю. Так. 14.24 и 14.15. Отлично. Все. Даже много. 15.01 сделал. Все. Вот ровный хронометраж у меня 15 секунд. Все ликуют и поют. Массовое народное гуляние. Вот несложный монтаж. Ни титры не кладу. Ничего нас не интересует. Нас интересуют манипуляции с частотами... ой, с аспектом кадра. И, казалось бы, ну и в чем проблема? Допустим, клиент приходит и говорит, знаешь, старичок, нужно не просто 16 на 9, а тебе же несложно сделать еще квадратную версию. Нам для инстаграма надо. И ты такой, не чувствуя подвоха. Ты такой, ну да, хорошо, я сделаю еще квадратную версию. Думаешь, ты дублируешь тайм-минию, называешь ее, там, допустим, Амстердам Square. Я буду использовать, ой, две буквы SQ. Так что ты будешь делать? Никак не могу попасть. SQ. И прекрасно вроде... давайте только включу даже две тайм-линии, чтобы было видно. Вот у меня есть Амстердам с квадратной, Амстердам 16 на 9. И тут этот зловредный клиент говорит, ой, знаешь, у нас справки. А ты можешь вот этот клип с велосипедами подрезать, а клип вот с домиком сделать подлиннее? Или наоборот, домик делать покороче? Или даже так вот. Какие-то все статичные планы, неинтересные. Ну не важно, один клип подрез, другой длиннее. Ты такой, да конечно, вот это же легко делается. Раз. Тримом. И все. Все да не все. Потому что теперь это же действие тебе нужно воссоздать во второй секвенции. И это хорошо, если это одно действие. Тебе так, ага, хорошо, открываю тоже. Запомнил, сколько там кадров подрезал, также подрезал здесь. А если таких правок у тебя 10, а у тебя две секвенции, то количество правок у тебя уже 20. В два раза больше. А если у тебя одна и та же версия монтажа, должна экспортироваться в трех форматах. Квадратный, горизонтальный и вертикальный. Тогда любое количество правок у тебя умножается на 3. И тогда вместо того, чтобы вносить 10 правок, ты вносишь 30 правок. Ну казалось бы, ладно, 30 правок вроде тоже немного. Но что если у клиента по монтажу 30 правок? Тогда умножай на 3, у тебя 90 правок. А это уже не очень-то приятно. Делать одну и ту же работу в три раза. По каждой правке. И вот тут ты начинаешь задумываться, а может ну его в баню, может быть есть какой-то способ? Способ есть. Есть такая партия. Партия большевиков. Есть такая партия. Есть такая партия. Продолжение следует...